всем привет меня зовут илья я буду вам рассказывать про разные читы и хаки в генерации картинок вот это очень странная технология из области фантеха это не такие серьезные штуки типа распознавания заболеваний и так далее но тоже очень полезно и весело вот я рассказываю потому что вот занимался очень много такими проектами типа превращение людей в в аниме стиле ли в другие стили мы командой этим занимались как вообще я дошел до этого там далеко далеко в шестнадцатом году я думаю надо поступать в аспирантуру срочно чем заниматься конечно же какой-то нибудь математика мне всегда нравилось я такой думаю поизучал все машинное обучение появляется начинаем изучать про что писать диссертацию но например пошлем серьезно разделение звука на сигнал на декомпозицию сигналов чтобы играли барабаны гитары это все разделялось и так далее чтобы аниме дублятором было лучше дублировать аниме вот но потом я узнал что можно генерировать кошка девочек вот и я пошел в другую область поэтому писал выпускную работу в аспирантуре про вот такие вот штуки да но давайте теперь посмотрим как же на самом деле генерируется изображение с помощью нейросетей на самом деле можно генерировать не только картинки можно генерировать тексты какие-нибудь там все знают gp3 модели которые генерируют красивые тексты можно даже визуальный новеллу же генерирует и так далее можно генерировать звук музыку с алисой вы разговариваете там что-то подобное работает внутри вот но давайте про картинки поговорим началось очень давно люди всегда хотели синтезировать аватары допустим вот в 14 году это было совсем очень страшно были слабые модели но потом буквально через три или четыре года мы достигли до такого качества но не мы nvidia выпустив там особые модели вот в восемнадцатом году стал уже совсем хорошо и в принципе то что сейчас спустя три года случилось мы просто немножко как бы улучшаем всем миром результирующее качество как вообще работают такие модели которые генерируют какой-то контент вот для этого используют ганы которые придумали вот как раз где-то в шестнадцатом семнадцатом году концепция очень изящно и интересная основана немножко на теории игр и так далее в для того чтобы генерировать данные используются две модели обычно одна моделька умеет генерировать какой-то контент другая моделька распознает правильно ли картинка была сгенерирована или нет тут вообще я еще одно хотел сказать нейросети не могут создавать что-то из ничего совсем они обязательно могут это просто функции которые принимают что-то на вход и на выход они могут делать только трансформации из чего-то в что-то поэтому генеративные модели синтезируют данные из какого-то случайного шума вот допустим здесь он нарисован с ней умеют внутри себя преобразовать одно распределение случайного распределения там лиц людей либо допустим цифр вот эта модель очень красивая значит одна пытается обмануть генерировать фейковые картинки так чтобы они были максимально похожи на реальные данные другая модель пытается отличить реальные картинки от фейковых с бинарной классификации все это нейросети сверточной вот и они вот безумном цикле самообмана друг друга тренируются друг к другу и рано или поздно генератор умеет генерировать довольно таки красивые картинки для того чтобы нам генерировать картинки мы делаем следующее берем собираем какой-нибудь датасет не надо ничего размечать вообще совсем просто сваливаем кучу картинок например там аниме датасет либо лица людей пейзажи что-нибудь подобное берем архитектуру гана допустим сейчас будет пример с очень древней технологии одной из первых которые генерировать все плохо данном случае там картинки были маленькие 250 на 256 пикселей и даже в инстаграм не выложишь они будут заблюренными но тем не менее собрали мы значит десять тысяч или пять тысяч картинок идем обучать модели получается вот такое вот лютое месиво страшное это уровень а-ля 2017-18 год на коленке вот учится это достаточно быстро кстати два часа всего лишь и получается такое качество вот ясно это ни в какой продакшен не пойдет и надо что-то более крутое вот и следующие слайды будут про то как мы дошли до сегодняшнего стоит у за арта типа самой крутой модели более-менее это style gun вот посмотрим данная сеть которая просто генеративная она из случайного шума генерирует объекты это классно конечно иногда хочется с каким-то условием входящим это все сделать допустим мы хотим дать условия у нас есть не просто шум а допустим какой-нибудь скетч красивые там ботинка обуви одежды либо скетч лица человека чтобы дорисовалась цветная картиночка вот для этого создали нейросеть которая называется пикс тупикс она выглядит как юнет это сеть которая используется в медицине чтобы сегментировать изображение горит вот там что-то странное здесь что-то странное вот там какие-нибудь места вот нечто подобное там также используется генератор и дискриминатор который отличает все друг от дружки вот и можно генерировать ботинки разного цвета разного стиля но общее одной формы и благодаря этому можно делать такие смешные штуки типа как буханка котика когда нейросеть учили рисовать скетчи котика по скетчам котиков рисовать котиков потом берут рисуют что-нибудь произвольное получается такое потому что нейросети не умеют ничего другого кроме как рисовать котиков скетчей что не подадим всегда будет получаться котик у нее это такой смешной эффект дальше люди конечно изучали как улучшить качество и появлялись модели типа пикс тупикс hd которые имеют генерировать картинки в очень большом размере из допустим карты сегментации улицы можно сгенерировать улицы на самом деле если приблизить там улица выглядит так что немножко страшно потому что пейзажи это сложные объекты вот с лицами это работает намного лучше если у нас будет карта лица человека такой фото робота получается весьма хорошо еще вы наверное видели такие модели где рисуют пейзаж там там океан должен быть там небо гора и он рисует правдоподобную штуку это нечто подобное на самом деле внутри и это нам еще потребуется в будущем чтобы делать полезные сервисы для людей дальше вот есть еще одна задача то задача которой я очень долго занимался это кросс доменный перенос стиля когда у нас есть непарные данные просто лица людей и допустим какой-нибудь определенный стиль и нам нужно переходить из одного стиля в другой стиль эта задача очень сложная потому что тут нет пара и мы не можем никаким образом явно сказать что вот это превращается вот в эту картинку как у пикс тупикса где мы говорим вот этот скетч превращается вот в эту картинку скетча легко майнить вот там появилась одна очень классная нейросеть которая меня безумно вдохновила заниматься по факту только этой темой очень долгое время называет cycle gun там гипотеза следующая если у нас есть язык русский есть английский язык то мы можем научиться переводить из русского в английский потом обратно в русский и смотрим что русский русский там хотя бы синонимичные фразы получаются вот английский какой получается промежутке нам не важно главное чтобы вот русский русский был корректный потом мы берем мы переводим а за из английского в русский и обратно в английский И смотрим, чтобы эти две фразы были более-менее одинаковые. Вот тут нейросеть нечто подобное. То есть мы можем превращать портрет реального человека в какой-то стиль, потом в другой портрет. И, к сожалению, приходится делать еще и наоборот. Тут будет скример просто лютый. Мы обязаны учить нейросеть еще в эту сторону генерировать. Так как я рассказал, надо в две стороны все сделать. Сеточка вообще красивая, выглядит из четырех нейросетей на самом деле. То есть учатся четыре нейросети сразу же. Один генератор — это F, который генерирует, допустим, из лиц в аниме. Вот он здесь. И другой генератор из аниме в реальные лица. Вот здесь как раз видно. И есть два дискриминатора, которые пытаются распознавать это реальное аниме или реальные лица людей и так далее. Красивая архитектура, она меня вообще впечатлила в свое время. До сих пор я в шоке. Правда, она уже сейчас не так сильно нужна. И как раз-таки вот эти результаты, которые были ранее, это одна из нейросетей, которая умеет циклически учиться, но там используется классный внутри ган, пиджиган, который сделали ребята в NVIDIA, чтобы генерировать большие картиночки. Вот. Тут как раз-таки начинается рассказ про семейство моделей стайл ган, которые достигли классного качества. Я специально добавил такую маленькую картинку, чтобы это был маркетинговый ход. Вам издалека вообще не видно, чем эти картинки плохие. Вот. Но если бы была красивая картинка, тогда бы вы увидели, что там постоянно косяки в сережках случаются, с волосами проблемы. Ну, то есть отличить фейк можно. Потом с фоном вечные проблемы, он какой-то странный, не физически немножко. Но глаза там рисуются очень хорошо. А, кстати, еще есть прикол, там центр передних зубов, он всегда в одном месте. Потому что ее учат так. И можно просто находить, где зубы там, и... А, это фейк. Потому что он не может быть так аккуратно в центре находиться. Да, ну вот история такая. В 2017 году был PidgeGun. Это такая модель, которая умеет прогрессивно генерировать большие картинки. То есть люди поняли, что просто наращивать кучу слоев и запускать классный генератор, чтобы они синтезировали изображение, невозможно. Там сети не сходятся, и получается страшная каша. Ну, там, те, кто обучали нейронки, знаете, можно, конечно, наращивать объемы нейросети, но надо еще больше данных. А иногда бывает так, что и данных даже недостаточно, потому что, в принципе, не учится модель из-за математических некоторых ограничений. И вот ребята придумали, давайте наращивать прогрессивно нашу нейросеть вот так. Это генератор, это дискриминатор, который фейк от нефейка отличает. Вот, и там постепенно добавлять слои. Но там, конечно, просто так постепенно добавлять слои нельзя. Там приходится применять хаки. Они придумали, каким образом делать мягкий транзишн, когда приходит новый слой, чтобы не взрывалась сеть. Они его подключают чуть позже, с некоторым альфа, с таким сглаживаемым. Вот, учится такое немножко дольше, чем обычный нейросеть такого же разрешения, ну, там, до 128 пикселей. Вот, и обучить пиджиганта где-то порядка, типа, двух недель или недель уже гонять на какой-нибудь Тесле нейросеть. И картинок там надо, конечно же, уже сотни тысяч. Вот, зато качество получается классное. Но дальше люди стали решать следующую проблему. Мы умеем генерировать картинки из случайного шума, но это максимально скучно. Это вообще неинтересно. Мы с точки зрения теории генеративных моделей понимаем, что у нас каждая картинка задается некоторым случайным вектором, латентным вектором его называют. И мы знаем, что если мы меняем этот вектор, то как-то меняется генерируемая картинка. Вот, но, а можно ли как-то контролируемо менять этот латент так, чтобы у нас получилось что-то особенное? Допустим, можем мы какую-то там пару чисел поправить, чтобы у человека, допустим, открылся рот, либо глаза стали другого цвета. Поменялась только прическа, но поза осталась той же самой. И это было очень сложно сделать на пиджигане предыдущей модели. Мы даже пытались нечто подобное делать, там все плохо. Вот, и ребята из NVIDIA придумали хитрый хак, как делать распутывание сложного клубка латентного вектора и представили слой мэппингов. Вот он тут нарисован. Короче, классная штука. Она позволяет сделать так, что теперь пространство латентного вектора чуть более предсказуемо отвечает за какие-то признаки. Так оказывается, что пространство латента — это уже такая большая матрица, 512 на 18 строчек, и каждая строчка за что-то отвечает. Допустим, там первые пару строчек отвечают за позу, оказывается, так первые пару векторов. Потом более старшие вектора отличают, допустим, за цвет волос или еще что-нибудь подобное. Там тоже все запутано, но уже чуть более хорошо раскладываются в пространстве. Там есть большое объяснение в статьях на дистилле и в оригинальной статье, почему это происходит. Тут они показывают пример, что вот у нас есть пространство признаков лиц людей, допустим. Когда мы его превращаем в вот этот случайный шум, из которого сумплируем, там внезапно нейросети начинают генерировать несуществующие признаки, и поэтому у нас очень много грязи в данных, все некрасиво выглядит, и они вот с помощью этого мэппинг-слоя получают более гладенькое представление признаков. Короче, классная теория, огонь. И после этого понеслось, они взорвали все. Это революция в области генерации контента. Но кроме этого, стали применять еще интересный хак. Стали очень качественно готовить данные для лиц конкретно. Внедрили в процесс подготовки данных выравнивание лиц. Сегодня уже говорили про это в докладе, где идентификация лиц была, в генерации тоже самое есть. То есть мы должны находить какие-то ключевые точки на изображении, вот мы построили, и понимаем, как нужно повернуть это изображение так, чтобы оно было такое же, как и все остальные, плюс-минус портретные, чтобы глаза находились всегда в одном месте, зубы и так далее. Выглядит это следующим образом, если применить. Мы можем взять вот справа, слева, картинка обычная, которая прилетает в датасет. Мы находим ключевые точки, выравниваем, и теперь лицо выглядит таким образом. Вот видно, что там появляется какое-то размытие, потому что после поворота могут появиться участки изображения, которых не существовало из-за каких-то причин. Вот. И там их заблюривают, как в Инстаграме, прям когда вы картинку вставляете в сториз, там на фоне что-то появляется еще дополнительно, чтобы выглядело симпатично. И это очень хорошо помогает генерировать контент. Вот, да. Но тут файни моменты. Когда мы всем этим занимались, даже на заказных проектах нечто подобное, там нужно было вырезать лица, потом вставлять обратно лица. И вот если вы допускаете баг, то получается обычно очень смешно. Там лица вырезал, преобразовал, пытался вставить, забыл матрицу обратной трансформации, и у тебя все просто поехало в разные стороны. Максимально смешно. Зовешься в команду, смотрите, похихикаем. Вот, отдохнули. Фана вообще в этом много очень. Да. А, ну дальше это то, чем я не занимался, но это очень классно. OpenAI выпустили нейросеть Clip, которая позволяет очень качественно проверять, подходит ли описание текста для этой картинки. И они выпустили сеть DALI, которая умеет по текстному описанию синтезировать изображение. И вот здесь сказали мне, пожалуйста, стул в форме авокадо, и оно почему-то правда похоже на правду. Вот, а здесь там вообще редиска в юбке с собакой или чем-то таким. А, к сожалению, код этой нейросети не выпущен, насколько я знаю, его реверс инжинирили люди, и есть реализации на GitHub, можно их скачать. Вот, но для этого конкретного случая там есть API приватных, которые пустили некоторых людей, и они синтезировали столько контента, что в GitHub у меня там по этому хэштегу все просто было заполнено такими картиночками прикольными. Вот, и сейчас я активно слежу за этой областью, когда генерируют либо пиксель-арт, либо портрет, пейзажи, либо еще что-то такое с помощью текстового описания. И вот там модели текстовые трансформеры, и Stylegun второй или третий. Здесь, вот видите, тут сложное описание с квадратными скобочками, типа рисунок, какой-то астральный киберпанк, арт-деко и город, и получаются такие картинки. То же самое есть и для пиксель-арта, и это, возможно, будет использоваться в разработке игр в будущем. Ну, в общем, теперь у нас есть сверхмощная сетка, которая умеет генерировать очень качественно картинки. И надо уметь контролировать эту силу, чтобы наконец-то создавать годные сервисы, чтобы они были веселыми люди, хотели ими пользоваться. Появлялось больше масок в TikTok, в Instagram и в Snapchat. Потому что если мы не умеем контролировать силу, то получается вот такая жуть. Да, тут, в общем, короче, когда мы занимались этими проектами активно, я сделал канал в Telegram'е, MLGlichArt, куда мы постоянно постили, какие сложные ситуации, которые у нас случались во время обучения нейросетей. Не будем мы заострять на этом внимание. Да. Первое, что хочется, это научиться манипулировать вот этим вектором, который представляет из себя какое-то сжатое представление, изображение. Вот как это можно делать, манипулировать этой штукой? И зачем? Во-первых, чтобы мы смогли делать анимации, типа таких, чтобы появился ободок, исчез. Можно также делать анимацию для рта, для глаз. И не только в аниме, но и для реальных портретов. Добавлять очки или убирать их. Здесь куча ссылок, которые показывают, как это можно делать. Здесь коллега экспериментировал с управлением, и тут синтезируются объекты, меняется немножко латентный вектор, чтобы менялась поза немножко. И тут видно, что в принципе картинка такая же, но чуть-чуть в разных позах. Мы хотели просто сделать игру, в которой на телефоне генерируются объекты, и нужно найти похожие объекты. Мы их немножко модифицируем так, чтобы человеку было сложно отличить это тот же самый объект, либо похожий как-то так, либо находить похожие, типа три в ряд, я не знаю, только с генеративными моделями. Вот. И делали такие эксперименты. Ну вот один из классных, красивых способов. Я когда про это услышал от коллеги, я такой, да ладно, так работает что ли, правда, в смысле. Делаем следующее. Берем наш StyleGun, который обучили кто-то в NVIDIA, крутые ребята за очень много долларов. Генерируем просто кучу случайных лиц. Сваливаем там, генерируем 500 тысяч лиц. Два дня это генерируется, допустим. Дальше мы идем следующим путем. Берем существующий классификатор, который есть в PyTorch Vision, либо в TensorFlow, либо еще где-то, который умеет классифицировать, допустим, возраст человек, типа молодой или старый. Дальше. Либо могут отличать мужчин от женщин, и так далее. Запускаем этот классификатор на синтетических лицах, которые у нас есть. У нас получается типа разметка, которую сделала нейросеть другая. Мы это не проверяем как люди, потому что нас это вообще не интересует, это бессмысленно на самом деле. И мы получаем на самом деле следующий датасет. У нас есть латентный вектор, и у нас есть класс, кого его классифицировали. Причем это может быть вероятность, а не просто один нолик, женщина-мужчина. Дальше мы берем существующую какую-нибудь, просто берем модель, очень простую, линейную, которую все забыли, потому что нейросети же классные. Берем линейную модель SVM и начинаем обучать модель классифицировать латентный вектор. Появляется какая-то гиперплоскость в пространстве признаков. И мы такие, классно. Если у нас есть разделяющая поверхность, которая разделяет латенты, то мы теперь можем взять произвольный латент и начать двигаться в ту сторону, где будет другой класс классифицироваться. Смотрим нормально, идем перпендикулярно в то пространство. И внезапно, вуаля, можно превращать женщину-мужчину и так далее. И таких векторов можно намайнить очень много разных. Можно добавлять улыбку, убирать улыбку. И давайте посмотрим на разные смешные примеры. Допустим, это изменение гендера. Вот где-то там есть оригинальный типа Илон Маск. Как это было получено, мы дальше посмотрим. Это еще очень сложная задача. И мы тут делали его более мужественным. А здесь мы его делали менее мужественным. Назовем это так. Появляется прическа, потому что это считается нейросетью главным фактором, допустим. Может и не появиться прическа какая-то другая. Может появиться. Это очень странная штука. Это уже контролировать тяжело. Можно было бы создать другой вектор, который отвечает за то, какая именно прическа, и путешествовать по одному вектору и по другому одновременно. Оно в принципе работает, но так сложновато. Мы, например, экспериментировали здесь. Тут, к сожалению, я не смог в сохраненках телеграма найти, где у меня получился интересный синтез. Если мы меняем возраст, то обычно более старый возраст получается у людей. Появляются очки, они просто рисуются, появляются из ниоткуда. Здесь в данном случае я вычел из латента вектора, который отвечает за очки, и поэтому они исчезли. Но могло, конечно, не получиться. Здесь получилось очень хорошо. Почему-то, если делать более молодым лицо, то получаются азиатские лица. Возможно, просто обучали стейлган так, что если дети, то там больше таких людей, если там взрослые, то больше таких людей. Это вопрос о diversity, о смещении, которое есть в данных и так далее. Надо за этим следить. Если вы хотите куда-то в протот выкатывать, то мало ли что. Но тут добавляется улыбка. Здесь самое важное следующее. Можно, конечно, дико этот вектор шака лететь, идти там в космос куда-то и получать такие странные картинки. Понятно, что они в конце концов вырождаются. И ваша сдача, там даже уже не имельщик, а человека, который просто настраивает под продакшн эти там вектора, они просто подбирают, как нужно шагать. Вот достаточно для гендера шагнуть там на полшажочка, а для возраста там надо сильнее шагать, чтобы получился более интересный результат итоговый на картинках. Вот мы этим занимались, долго подбирали параметры и крутили вектора. Я, к сожалению, не могу показать там скриншот, интерфейс, а там в коллабе на… в коллабе можно сделать интерактивным UI, и там была куча ползунков, которые люди двигали, чтобы получить хорошее качество. Так, окей. Я тут хотел добавить штуку, что на самом деле можно улучшать качество генерируемых картинок тоже с помощью смещения вектора, но я не смог найти, где мы это сделали. Видимо, не сохранил я, поэтому просто смешные, рандомные, плохо сгенерированные картинки. Но факт остается в том, что можно взять, нагенерировать кучу лиц с тайлганом, причем с тайлганом можно параметром сказать, чтобы он генерировал похуже лица, либо получше, потом взять какой-нибудь дискриминатор, проклассифицировать все лица, хорошие и плохие, и обучить опять-таки линейный классификатор отключать плохие от хороших. И вуаля, вы можете улучшать генерацию контента. Вот, прикольные, прикольная фича. Ну вот мы там видели картинку с разными лицами людей, и эти лица были не синтезированы нейросетью, а как бы реверс инжиниринг был. Мы это лицо вернули обратно в пространство латентов какое-то, чтобы можно было модифицировать лицо. Ну представьте себе, мы можем генерировать людей, и потом там что-то модифицировать с латентом, но это тоже не нужно. Мы хотим загрузить свою фотографию и что-то с ней делать. Для этого нам понадобится делать декодинг обратно в StyleGAN наших лиц. То есть следующая штука. Есть фотография, которая уже выровнена, даже поставлена в нужное место, и нам нужно найти вот этот латент, который его представляет. Вот есть несколько способов, как это делать. Самый простой, и который первый появился сразу же, это projection, проекции. Тут вот гифка, вот она видна. То есть там сначала генерируется случайное лицо, а потом методом градиентного спуска мы пытаемся найти, как поменять пиксели картинки так, чтобы, как поменять латент так, чтобы пиксели картинок совпадали с требуемой. Иногда работает хорошо, иногда плохо. Здесь весьма хорошо нашлось лицо. И второй подход, но это работает долго, кстати. Тут нужно будет ждать порядка 15 секунд, пока все простроится. Второй подход, это найти какую-то нейросеть, которая сможет нам декодить лица в латенты. Типа как вот Юнет умеет маски рисовать для изображения. Мы сначала делали так, работало хорошо, но впрод не выкатишь медленно. Поэтому мы долго искали существующие решения, мы пробовали свои. И оказалось, что существует семейство моделей, которые называются Pixel to Style to Pixel или Encoding for Editing, которые создают декодер для StyleGAN. Вот справа это StyleGAN нарисован, а слева это Encoder. Выглядит как пирамидная нейросеть, типа в Retinonate и в других моделях интересных. Суть следующая. Работает правда хорошо, но с некоторыми нюансами. Здесь мы прям градиентным спуском пытаемся максимально попасть в лицо. Здесь нет никакого спуска, тут мгновенно вам нейросеть что-то выдала. Если ее плохо обучили, то она будет не совсем качественно лица восстанавливать, то есть находить этот латент. Но это дает же огромную мощь. Это вообще чудеса. Сейчас мы посмотрим на мощь, которую это дает. Или не мощь. Вот это меня вот так превратило. Качество, кстати, улучшилось, потому что здесь JPEG сломал картинку, а здесь уже даже лучше получилось синтезировано. Правда, я не совсем похож на себя. Но сойдет. Ладно, нормально. Главное, что очки появились, они стали менее квадратными. Вот и все остальное. Вот это больше примеров с реальными людьми, которых не было в обучающих выборках, естественно, как они восстанавливаются. Что тут важно заметить? Исчезают руки. Их нету просто в датасете StyleGun, который рисует лица людей. Поэтому если на фотке есть рука, она исчезнет. Если есть какая-то странная сережка, допустим, она тоже исчезнет, потому что их не было там. Но может нарисоваться, может нет, что-то другое. Если там, не знаю, такого макияжа не было, то он тоже может не задекодиться. Это такое смешное ограничение. Его обойти можно следующим образом. Сгенерировать вот этот вектор нейросети, а потом чуть-чуть еще в пару итераций спуститься поближе к картинке тем градиентным методом. Но из-за того, что у нас все работает не совсем точно, это нам позволяет делать следующий хак. Это дипфейки генерируют с помощью такого метода, а не переноса там треугольников с лица на лицо. Мы берем два человека, допустим, и мы можем их объединить, с помощью StyleGun и получить нечто подобное. Это типа дипфейк, суть дипфейка в этом. Мы вставляем лицо одного человека в другого. Как это можно сделать? Очень просто, на коленке. Это делается вот так вот. Вы берете слева просто какое-то лицо и даже не заморачиваясь, не подгоняя, там копипастите другое лицо, туда кидаете в фотошопе, ничего не делая, прогоняете через декодер и получается плюс-минус, как вам нужно. А декодер, он не может сгенерировать криво, вот он не может углы генерировать, он не умеет это делать, он только лица умеет генерировать. Ему приходится как бы выкручиваться и додумывать что-то. И это же используется для увеличения качества картинки, для того, чтобы убирать фон, да и много чего еще другого. Следующий прикол. Из-за того, что все так криво, можно просто пальцем черным цветом нарисовать очки, вот вообще криво максимально, мышкой. Так, стоп. И появляются очки здесь поверх. Например, для этого нам даже не пришлось искать какое-то преобразование латентное, чтобы добавить очки, они просто нарисуются сверху. А дальше начинается просто ваша фантазия, что еще можно подрисовать. И мы просто сидели и провели, а это работает, а это работает. Вот, например, можно подрисовать усы, они даже, кажется, появляются. Вот, можно там менять прическу, но она плохо работает, не очень хорошо, вот, ну и так далее. Можно что-нибудь закрасить. Если мы фон закрасим, то он другой синтезируется. Вот нет примера. Да. А дальше начинается следующее. То, что я хотел, это кросс-домен и перенос стиля. И он возможен с помощью так называемого метода блендинга моделей. Это вообще не должно было работать никак, но почему-то работает. Суть заключается в следующем. То есть мы имеем два стайлгана. Один стайлган умеет генерировать портреты из датасета Flickr HQ, допустим. Другой датасет — это MetaFaces. Это типа в стиле Ренессанса, что ли, такие изображения. И он умеет их синтезировать. Оба датасета нормировали одинаково, чтобы лица там были в нужных местах. Дальше обучают на Flickr реальные лица, а потом делают до обучения этого стайлгана поверх другого датасета. И тут важно только так работать. Если мы независимо обучим два стайлгана, то блендинг не будет работать. Нам надо именно делать файн-тюнинг поверх одной модели. Если мы так сделаем, то дальше... Сейчас, там есть пример? Нет, нет примера. Дальше идея в следующем. Мы берем нейросеточку стайлган, берем нейросеточку вторую стайлган, и мы просто берем, копируем веса из каких-то слоев из одной модели в другую. Это вообще не должно было работать, но оно внезапно так работает. Если мы хотим, чтобы переносилась только поза из одного стиля в другой стиль, допустим, у нас здесь лицо так повернуто, мы хотим, чтобы пришла поза из другого стиля, мы меняем только первые слои. Если мы хотим, чтобы переносилась текстура, мы меняем только старшие слои стайлгана. Ну, можем там как-нибудь комбинировать. Мы очень долго это изучали, у нас был интерфейс целый, где мы выбирали параметры, как мы смешиваем слои по очереди, чтобы получить лучшее качество. Ну и получаются такие примеры. Это синтетические данные, то есть из одного сида, из одного латентного вектора генерируется стайлганом портретным и стайлганом арта. Вот, получаются такие лица. Они очень сильно похожи, вот на самом деле. Но самое смешное, что не все получается блендить. Например, по ней людей превратить у меня не получилось. То ли что-то пошло не так, то ли модель была обучена криво, но, в общем, после блендинга выходит такое. Ну, ладно, окей, бывает. Но почему-то, если у нас есть датасет корги, то все хорошо. Мы делаем декодинг человека в латент вот здесь и потом его отправляем в сбленденную модель. И тут уже не важно, что не совсем подходит лицо, что его исказило после перехождения в латент, потому что оно и так сильно изменилось. Но общая идея типа такая же. И поэтому красиво работает и можно делать такие фильтры. Можно людей превращать, конечно же, не только в собак, но и в кошек. Фильм «Черная пантера» надо было снимать вот так вот. Кошмар. Можно натренировать отдельный стайл ган, который умеет синтезировать только корейских айдолов, мальчиков. И в итоге у вас всех людей будет превращать вот в них, потому что так происходит. Оно даже работает. Не знаю. Но, к сожалению, вот этот метод очень медленный, потому что используются две сверхтяжелые нейросети стайл ган, очень тяжелые. Типа на цепу работает порядка одной секунды-двух. И декодинг в латент, который работает еще дольше, потому что там вообще модель вот такая толстая. И как ускорить это? И тут мы возвращаемся к корням. Смешно. Мы вспоминаем, в чем же проблема была, почему мы не могли использовать легкие модели, потому что у нас не было парных данных. Но теперь у нас есть парные данные, потому что мы их можем создать. Мы берем и генерируем вот эти пары с бленденной модели. Генерируем миллион картинок. Да, это будет занимать там неделю генерации, но ничего страшного. Потом мы берем модель, которая была древняя, старая. Это Pix2Pix HD, которая более-менее легковесная, очень простая. Она даже работает в браузере. Я проверял. Можно сконвертировать эту модель из PyTorch в Onyx и запускать в браузере. Там работает WebGL. Все классно. В TensorFlow.js не пробовал. Вот учим. И посерединке это нечто, то, что в процессе обучения получается. Качество резко падает, хуже намного становится, но зато работает быстро, можно запускать у людей. Сейчас у нас в Telegram-каналах запущен не Pix2Pix HD, а вот тяжелый вариант с декодингом, поэтому бот отвечает очень долго. Ну и там дешевая машина на цепу. Ну и типа в заключении, что сейчас будет очень интересным и надо изучать, я еще это не сильно изучал, это эпоха клипа, этих текстовых моделей, трансформеров, которые умеют очень хорошо понимать, что изображено на картинке. Благодаря этому люди стали генерировать такой гиперконтент. Это говорят мне, пожалуйста, пони, как Билли Айлиш или там, Кати Пэри, и почему-то оно правильно рисует. Это вообще мэджик лютый. Это надо изучать, может, правда, с этого можно сгенерировать контент. Тут немножко про клип, почему он такой божественный и классный. Там использовали Contrastive Loss, который вот в идентификации лиц и так далее. Логика в следующем. У нас есть куча фотографий, допустим, собак, и куча описаний этих фотографий. Каждая фотография описывается несколькими текстами. Гениальность в том, что это не просто классификация изображений, где у нас сказано собака просто, класс собака. Нет, в описании будет написано собака такой-то породы сидит, сидит на траве. И нейросети уже понимают, о, там есть трава, это фон, потому что языковая модель понимает отношение слов друг от дружки и так далее. И кроме того, описаний несколько бывает для картинки. Во время обучения строят такую классную матрицу, в которой сказано, что вот это описание должно соответствовать этому тексту, а вот то описание этому тексту, это описание данной картинки не соответствует. Нейросети так учатся, и она очень хорошо научается декодировать картинку, и, ну, текст уже готов, текст не обучают, только энкодер. И благодаря этому модель очень правильно извлекает признаки синтезированных картинок, и можно, опять-таки, градиентным спуском доточить вот изображение пони, до, там, какой-то стилистики. Вот. То, что мне сейчас интересно, это применять в геймдеве такую штуку, генерирует пиксель-арт с помощью клипа и стайл-гана. Но там еще много разных хаков лютых, потому что пиксель-арт генерирует очень сложно, стайл-ган оказывается. Он, типа, маленький, а стайл-ган генерирует большие картинки, но есть штуки. Надо изучать, в общем. Думаю, попробовать такое делать. Так, и здесь в конце у меня есть список всяких статей, репозиториев, которые вы сможете потом посмотреть, если вам очень это интересно. Вот. И ссылка на доклад, чтобы вы могли его скачать к себе и не потерять. А на этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому субтитры Алексею Дубровскому